В переполненной комнате обстановка накалилась, будто вся драма разворачивалась у всех прямо на глазах. Чтец продолжал. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал. — Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Голос изменил Кондратью. Все было как в жизни. Скорбь слушателей снова вырвалась наружу. Наконец, прерываясь и избиваясь дыхания, он прочел. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими Дух Мой. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. — Они убили его! Они убили нашего дорогого и возлюбленного! — воскликнула Параска, жена Демьяна. И мгновенно крики и стенания заполнили комнату. Сдерживаемое волнение снова прорвалось. Кондратий был и сам расстроен. Но больше всех он хотел избежать безудержных эмоций. Он поднялся, размахивая руками, и взывал ко всем. Но в этом шуме его никто не услышал. Павел с бледным лицом и покрасневшими глазами встал со своего места и обратился к людям. В мгновение ока все притихли. В очень простой манере, не менее простой, чем предание о распятии, рассказанное в Евангелиях, Павел изложил им обстоятельства смерти Лукьяна и его последние слова. Скорбящее собрание переживало горе уже более спокойно. Словно благостный и ликующий дух Лукьяна пребывал среди них. «А теперь, — сказал Кондратий, — когда Павел завершил рассказ, — мы должны выбрать нового наставника и пресвитера, такого, что сможет пойти в другие церкви и посещать их от нашего имени, совещаться с другими пресвитерами и наставниками. Только один человек подходит для этого. Вы все его знаете. Догадываетесь, кто это. Но надо, чтобы его выбрали единогласно. Даю вам неделю на раздумья и называю имя Павла Руденко». «Только Павла! — воскликнули несколько голосов. — Хорошенько подумайте и помолитесь, — сказал Кондратий. Но Павел снова встал и обратился к присутствующим с лицом бледным, как смерть. Он предвидел это, но все же надеялся, что пресвитера могут избрать Кондратия, ибо он был членом общины с самого начала. Ему, Павлу, нельзя занимать этот пост. Все смотрели на него в нетерпении. Надо было говорить. С большим усилием он собрался с мыслями. «Братья! — начал он. Глаза его были затуманены, а голос глухой. Община пришла в недоумение. В задних рядах встали, чтобы лучше его видеть и слышать. «Братья! — повторил он более твердым голосом, изо всех сил стараясь перебороть волнение. «Благодарен вам за вашу доброту, но я не смею принять это служение. Лукьяна должен сменить Кондратий. Нет нужды выбирать меня. Ничто в мире не побудет меня стать вашим учителем!» Упавшим голосом он добавил. «Я не достоин быть даже меньшим среди братьев!» Последние слова вырвались невольно, словно крик отчаяния. Но их разобрали только Кондратий и Ульяна. До слуха собравшихся они не долетели. Но нечто в поведении Павла указывало на то, что его отказ от служения не связан со скромностью, истиной или же напускной. Никто не решался увещевать его или просить поменять решение. Но что было причиной его отказа, столь решительного и непонятного? «Что же делать? — шептались они. Кого нам выбрать?» «Братья! — сказал Кондратий. «Давайте отложим это дело. Бог просветит и наставит нас. А сейчас давайте усердно Ему помолимся, чтобы Он направил и поддержал нас во всех испытаниях». Все молча согласились. Состоялось таинство причастия. Согласно их очень простому обряду. И община разошлась. Павел ушел сразу после своей речи. Все только и спорили о непонятном поведении Павла. Его отказ от руководства вызвал множество пересудов. Породил самые фантастичные предположения. Кто-то утверждал, что Павел замешан в преступлении. И теперь раскаяние и страх перед разоблачением заставили его воздержаться от предложенного поста. Другие настаивали, что он очень много читает. А потому человек ученый и, возможно, основал собственную новую секту. Другие же говорили, что он боится. Смерть Лукьяна вселила в него ужас перед подобной судьбой. Не в состоянии совладать со своими невыносимыми сомнениями, не желая беспокоить ими мать, Павел пришел к опрометчивому решению просить совета у отца Василия, единственного человека в книжах, имеющего опыт вопросов теологии. Вероятно, он знал, как опровергнуть некоторые рассуждения, которые навеял ему Валериан. Он взял щедрые гостинцы, которые передал в кухне матушки и предстал перед отцом Василием. При виде его батюшка был крайне удивлен, но приветствовал и пригласил сесть. Он не был чересчур заносчивым священником и всегда принимал прихожан ласково и доброжелательно. Ему многое прощали за эту снисходительность. «Рад видеть тебя, сын мой», — сказал он. «Чем могу помочь?» «Правда, я не могу вмешаться в дела Карпа, Панаса и Гали. Нет-нет, тебе лучше было остаться в лоне нашей Святой Матери Церкви, и я уже благословил бы твой брак с Галей». «Я не за этим», — печально произнес Павел. «Галю я забыл. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, батюшка. Я тут беседовала с одним человеком, весьма ученым, который, кажется, знает все. И он сказал мне, что Евангелие не настоящие, как утверждают ученые. Их якобы не писали святой Матфей, святой Марк, святой Лука и святой Иоанн. И мне самому теперь кажется, что многие вещи в Новом Завете неверны». «Как? Что?» — прервал его батюшка. И лицо его побагровело от гнева. «Неверны? А! Вот что бывает, когда оставляешь свою церковь. Сначала еретик, потом...» «Аж же ты нечестивец неверный! Так вот, что у тебя на уме!» «Но я хотел... я хотел только знать. Я пришел спросить у вас...» — залепетал Павел. Отец Василий больше не хотел ничего слышать. «С глаз долой! Немедля! Враг! Безбожник!» — кричал он, гоня Павла из комнаты, словно дикого зверя. Бурно ворвавшись в кухню, батюшка узрел двух знатно откормленных гусей, которых принес в угощение Павел. Ухватив их за перепончатые лапы, он швырнул их во двор, вслед удаляющемуся гостю. Но матушка быстро исправила такой его расточительный порыв. Слухи об этом разговоре быстро распространились по селу. Отец Василий поведал о нем в трактире, Карпу, Архиму и старости Савелию, заставив их взреветь от хохота, хотя про себя они кипели от ярости. Штундисты тоже прослышали об этом, и некоторые заподозрили, что Павел захотел вернуться в православную церковь. Другие решили, что он вообще отказался от веры и стал, по утверждению отца Василия, атеистом, как валериан, который, впрочем, не скрывал своего вольнодумства. Постепенно их отношения к Павлу изменились. Они избегали его общества и практически исключили его из своей общины. Православные, хотя и не привечали штундистов, приняли их суждение о Павле и, в свою очередь, тоже его избегали. Из главного и самого желанного человека в книжах события этих коротких месяцев сделали его изгоем среди своих же людей. Валериан тоже узнал эту новость и возрадовался. Такой человек, как Павел, будет отменным пополнением в рядах агитаторов, тайно пытавшихся просвещать крестьянство об их правах, возможностях и несправедливости. Большинство его соратников были людьми либо благородными, либо занимались наукой. Но вот был селянин недюжинного ума, небывалого красноречия, с кипучей энергией, который может провести великолепную работу среди крестьян, столь тяжелых на подъем. Он жадно искал общество Павла, но Павел избегал встречи с ним, как встречи с самим сатаной. Он боялся Валериана, сомнения были болезненными. Но что ему принесет убежденное безбожие? Ульяна не могла не видеть и не слышать происходящего. Она терпеливо несла великие испытания. Она всегда мечтала о том, как Павел заменит Лукьяна и радовалась такому будущему, хотя и знала, насколько опасно это служение. Но теперь, вместо того, чтобы стать первым среди небольшой общины, он стал последним, если его вообще считали своим. Он по-прежнему посещал молитвенные собрания, однако сидел у двери, уходя тот час, как Кондратий произнесел напутственное благословение. Самые старые штундисты не отказались от него. Они помнили Лукьяна и его большие ожидания в отношении Павла. Они неизменно противостояли всеобщему приговору. Им казалось, что молодой человек переживает период гибельных искушений и противоречий, через который он пройдет и выйдет из него больше, чем победителем. Они не позволят общине немедленно выбирать преемника Лукьяна и решили обождать до Пасхи, а пока богослужение будет проводить Кондратий. Павел видел, как горько страдает мать, хотя и старается скрыть от него свои переживания. Он не мог говорить с ней о собственных сомнениях и, как правило, молчал. Внутреннее оборение поглотило его, и он не видел ему конца. После острой тоски и страха первых нескольких недель пришло уныние, тупая неподвижность ума, делавшая его равнодушным ко всему и ко всем. Староста Савелий однажды рассказывал ему о новой хате, которую по нас строят для Гали. Но Павел слушал его безучастно. Библия обетовала Галю ему, и это обетование не исполнилось. Сердце его было, как камень, и, похоже, потеряла способность сжиматься от боли и радости. Так бесконечно тянулись мрачные зимние дни и долгие ночи. Днем Павел усердно трудился, но по вечерам сидел праздно и безвольно возле большой печи, наблюдая за рукоделием матери. А на столе перед ней лежал раскрытый Новый Завет и Псалтырь. Его книга с заветом лежала нетронутая на полке в своей комнате, рядом с другими книгами, которые его больше не привлекали. Если они были неверны, их неправда была самой страшной неправдой в жизни. Зима оказалась бедственной для книшей. Вместо обильных снегов бурным потоком лил дождь. Река вышла из берегов, затопив поля по обеим берегам. Болота, лишенные дренажа, превратились в грязные топи. Среди коров и овец начался мор. Более зажиточные селяне, имевшие крупные стада и стаи, потерпели огромные убытки. Только беднота почти не пострадала. Старый карп лишился своей гнедой кобылы, которая была частью галиного приданного, да еще пары десятков овец. Его потери равнялись почти всему приданному, обещанному за дочерью. По нас все чаще стал наведываться к Ерине. Потом пришел сыпной тиф, посещая душные и зачастую самые грязные хаты. Болезнь разила одного селянина за другим, но чаще всего детей. Матушка не забыла наставлений Паисия. Повсюду она упорно усматривала в несчастьях, свалившись на людские головы, гнев Божий против штундистов. И, видя ребенка на смертном одре, слыша стинания, когда его глазки смыкались навек, она говорила, что святые и причистая дева забрали его из страха, что он станет еретиком. Сам по себе тиф оказывался перстом Божиим, указующим на врагов веры православной. Отец Василий то же самое проповедовал Самвона. Никогда раньше его паства не была столь многочисленной. Самые завзятые пропойцы толпились, чтобы услышать его тирады против проклятых штундистов. Замерзшее село гальванизировали тайно учившие политические агитаторы и открытые собрания штундистов. Возвращение к жизни сопровождалось мучительными судорогами. Книши больше не были, как раньше, мирным и спокойным местом. В былые времена Ульяна была бы верной и постоянно сиделкой возле каждого больного. Она ослыла своими познаниями в снадобьях и лекарствах. И поскольку на 20 верст в округе не было врача, она взяла на себя эту обязанность, как всегда бесплатно, но теперь за ней не посылали. Ее нежное прикосновение и внимательный взгляд, неистащимое терпение и светлая доброта были не востребованы и во многих случаях от нее отказывались, будто она обладала дурным глазом. Жителям Книшей повезло, что поблизости оказался Валериан. Ему не давали покоя. У Гали тиф, сказала однажды Ульяна. Павел ничего не ответил. «Они не дадут мне осмотреть ее», продолжала она. «Но за ней ухаживает Валериан. Он был сегодня здесь и очень просил новый завет. Галя не может без него. Я послала ей твой». «Боже, правый!» воскликнул Павел. Это была маленькая истрепанная книга, в которой он помечал свои любимые стихи, но не открывал ее вот уже несколько недель. Ему казалось, что она повергнет его в еще большее уныние. «Мама», сказал он, «Ты веришь, что Евангелие правдивы?» Лед был сломан. Мать и сын заглянули в сердца друг к другу, и зима его сомнений прошла. «Ах, Павел!» сказала она, «Ты послушал Валериана. Он задавал мне те же вопросы, но мы призваны верить прежде всего не в Библию. Мы призваны верить в Бога, во Христа. В Евангелиях могут быть ошибки, как пятна на солнце. Не Евангелия спасают нас, но наш Господь Иисус Христос. «Но если это сказка», предположил Павел, «Это не сказка!» воскликнула она. «Кто смог бы придумать сказку о том, что Бог возлюбил мир так, что Он пожертвовал Своим единородным сыном? И всякий, кто поверит в Него, не погибнет, но обретет жизнь вечную?» Бывают сказки о богах, но не это. Ни одному человеку не придет на сердце такая сказка. Она говорила с горячей убежденностью. Ее искреннее простодушное лицо, бледное от зимнего затворничества, пламенело верой. «О, лучше бы я не слушал валерьяна!» воскликнул Павел. «Что с того? Я слушала его», ответила она, «и показала ему слова нашего Господа». «Славлю тебя, отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам ей, отче, ибо таково было твое благоволение. И еще я прочла ему немного из апостола Павла, ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник мира сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И еще из Павла я прочитала, «Не видел того глаз и не слышала уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его? А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Душевный человек не принимает того, что от духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что осем надобно судить духовно. Я показывала ему это и другие слова. И что сказал Варьян Петрович? спросил Павел. Легкая светлая улыбка озарила лицо Ульяны. Он сказал дремучее невежество, ответила она. Потом мы пожали друг другу руку и расстались с добрыми друзьями. Несколько минут Павел молчал. Ему показалось, что он прикоснулся к самой кромке мудрости этого мира и она почти смертельно ранила его и множество народа слушало его с услаждением. Разве сам он был не из народа? Мама, сказал Павел, мой завет у Гали, дай мне твой. Она дала ему книгу прямо в руки и поцеловала в щеку. Он ушел в свою комнату и провел ночь в безмолвном чтении и молитвах. Свадьбу Галли отложили из-за тифа, с которым она несколько недель подряд пролежала в постели. А когда Валериан наконец сообщил, что она снова здорова и крепка, начался великий пост, в течение которого православная церковь требовала двойную плату за венчание. Ни Карп, ни Ахрим не хотели платить вдвойне. Павел шаг за шагом возвращался к прежней вере. Он снова решился приступить к святому причастию. Он начал постоянно посещать ежедневные молитвенные собрания и воскресные богослужения, но был на них лишь молчаливым слушателем. Как-то он возвращался домой один с вечернего молитвенного собрания, в то время как его мать отправилась к заболевшей жене Кондрате. Дойдя до края леса, он увидел темную фигуру женщины, сидевшие на поваленном дереве. Павел не узнал Галю и уже было прошел мимо. Он не узнал ее, даже когда она поднялась и ступила ему навстречу. Настолько изменила ее болезнь. — Павел! — воскликнула она. — Павел! Он вздрогнул от звука ее голоса и смотрел на нее в изумлении. «Галя, ты здесь?» — произнес он. — Я ждала тебя, сказала она. — Люди разные о тебе судачат, бог весь что. Вот хотела тебя спросить. — О чем? — сказал он, стараясь говорить спокойно. — Ты собираешься уйти от штундистов? — спросила она. — Возвращаешься к нам? Валериан говорит, что ты не будешь прежним. — Я ждала, что ты придешь и скажешь нам отцу и мне, но ты не шел. — Ах, Павел, я ведь чуть не умерла. — Так я решила пойти к тебе сама. Закончила она сукаризной. — Нет, сказал Павел, нет, я никогда не вернусь в вашу православную церковь, но может статься так, что я покину своих братьев. Галя смотрела на него удивленными глазами. — Зачем он оставит братьев, если не вернется в православие? Но она не стала его пытать. Тонкая интуиция любящей женщины подсказала ей, что в его загадочном ответе таится нечто печальное и очень важное. В сумеречном свете она увидела, как изменилось его лицо. В нем уже не оставалось мальчишеского задора. Это было лицо мужчины, переживающего великие скорби. — Расскажи мне все! — воскликнула она в порыве сострадания, сжимая его руку в своей. — Может быть, я пойму, зачем так печален всегда? Из-за меня? — Тебе не понять, милая, — мягко ответил он. — Все пойму, ты только скажи, — настаивала она. Они стояли под раскидистым дубом, широко раздвинувшим голые ветви на фоне вечернего неба. Ветер играл кружевными прутиками, которые вот-вот готовы были выпустить почки. Через несколько недель они уже будут зеленеть листьями. — Я был, как это дерево, — сказал он, в зимней спячке. И если бы червь источил его корни, оно бы никогда не ожило снова. И червь источал корни моей веры. И если я не изгоню его, не смогу больше жить. Она не понимала его, но видела, как он терзается. — О, любовь моя! — скричала она. — Не надо так страдать! Но теперь я люблю тебя еще сильнее! Она вдруг обвила его шею руками и он ощутил ее дыхание на щеке. — Только скажи отцу, что уходишь от штундистов и тогда не видать меня по насу! — тихо произнесла она. — Милая, ты меня все еще любишь? — сказал он. — И я подумал, ты бросила и позабыла меня. — Глупенький! — нежно прошептала Галя. — Я сегодня сказала отцу, что мне не мила жизнь без тебя. Я скорее утоплюсь, чем выйду за Панаса. Ты только приди и скажи, что уйдешь от штундистов. И дай еще скажу на ушко. Панас женится на Ирине. Она давно влюблена в него, да и мое преданное пропало. — Галя, сказал он, я не смогу вернуться в церковь. Православные священники убили моего дорогого Лукьяна. Могу ли я просить у них благословения? Никогда этому не бывать! — Но мы с отцом тут ни при чем, ответила Галя. Она опустилась на землю, и слезы хлынули у нее из глаз. Все, о чем она мечтала, на что надеялась, что почти уже совершилось, было вдруг развеяно словами Павла. Да, он не сможет вернуться в церковь, убившую его друга. Галя, любимая, прошептал Павел, склонившись к ней. Но в этот момент на дороге послышался скрип колес и стук лошадиных копыт. Галя тут же вскочила на ноги. — Прячься! — воскликнула она. — Нас не должны видеть вместе! Он быстро исчез в лесу. Когда повозка проехала и скрип колес стих, Павел вернулся к дубу, но Галя уже не было. Он медленно побрел по тропе, по которой она, скорее всего, шла, веря, что, покуда идет по ее следам, он не до конца распрощался с ней. Он пожалел, что не спросил у нее свой завет, который пока оставался у нее. Только ли приступ лихорадки заставил ее попросить книгу? Павел опечалился. Но это была тихая и нежная печаль, не имевшая ничего общего с тупым, мрачным унынием, которая столько недель владела его душой. Оно постепенно отступало, и неожиданная встреча с Галей почти прогнала тучу. Ее ласка, ее решение никогда не выходить за Панаса освежили и оживили его и сушеный дух, как теплый обильный ливень освежает поле и сушеное солнце. Галя любит его, и только его, и только ради него самого она все же будет принадлежать ему по Божьей воле. Да, Лукьян был прав, Бог есть любовь, и там, где есть любовь между людьми, там есть Бог. Все благословения происходят из сердца Божьего, и не только через книги говорит Бог с человеческой душой, но и через неспосылаемые ею радости и счастья. Любовь Гали, любовь Матери, любовь Божия наполнили его до самой глубины души невыразимым восторгом. Поглощенный этими мыслями, он отклонился от тропы и вскоре начал плутать по лесной чащобе, машинально переступая через ползучие древесные корни. Птица, спугнутая его шагами, слетела со своего насиженного места, заметалась в полумраке, поднялась на минуту над деревьями и резко нырнула в густые заросли. Это привлекло его внимание. Сквозь темные сплетенные ветви над головой он увидел чистый небесный свод. Из глубокой темноты леса звезды казалось ярче светили на открытые поля и будто бы смотрели на него самого с любовью. Павел долго не мог оторвать взгляд. Словно смотришь в галины глаза, подумал он. Он уже потерял дорогу на острень и теперь пытался найти путь по полярной звезде. Вдруг он увидел перед собой просеку, на которой никогда не был, хотя места были ему хорошо знакомы. В осень было продано много леса, да и всю зиму дровосеки трудились, не покладая рук. На этой просеке каждое поваленное дерево, каждый куст и даже коричневые бутоны сухого болиголова сверкали в бусинках иния, а ровный лунный свет сиял на них серебряными нитями. Все оттенки цвета растворились в серебряном потоке. Зеленая трава, коричневый болиголов, темные грубые стволы деревьев, все это казалось было высечено и вырезано из чистого серебра, словно некое сказочное серебряное царство. В центре просеки был небольшой пригорок, на котором лежали два или три срубленных дерева. Ноги сами понесли Павла туда, и он встал там неподвижно, оглядываясь удивленно и восторженно. Его со всех сторон окружали деревья, закрывая от взгляда все, кроме самой просеки. Следов присутствия человека не было. Он был один на один с глубоким, чистым небом, взирающим на него с любовью. Он чувствовал, будто его на открытой ладони поднимает кверху рука исполина. Вся природа уснула. Только заботливые звезды спокойно мерцали и смотрели на него с добротой из синих неизмеримых высот. Его охватило теплое детское ощущение легкости. Впервые после беседы с Валерианом тупое холодящее чувство сомнений сменилось порывом сыновья веры в Бога. Он обратил лицо к небесам над ним. «О, отец мой!» воскликнул он. «Ты, что создал небо и покрыл его звездами, и создал землю, и наполнил ее жизнью, научи, как мне понять тебя!» Он опустился на колени и молился горячо, страстно, как в первые дни своего обращения к вере. Это была не совсем молитва, скорее сердечная исповедь, живое излияние его души перед живой сутью. Убежденность в том, что Бог слышит его, росла по мере того, как продолжался его неистовый, прерывистый монолог. Вскоре он исчерпал свои возвышенные излияния. Он умолк и внимательно слушал. Его взволнованная душа жаждала ответа. Он ждал знака. Ночь была удивительно тиха. Стоял легкий морозец. Луна струила свои серебряные лучи. Неподвижный воздух не колыхал, не увядший болиголов, не сухую былинку. И тут легкий теплый ветерок на мгновение коснулся его жаждущего, воздетого к небу лица. Он перебрал его к кудре, словно нежная рука, и вскоре замер. Павел не знал, откуда он пришел и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Произнес голос внутри него. Павел задрожал. Знак, о котором он молился и едва ли дерзал и спросить, был дарован ему. Глаза его наполнили слезами, сердце томительным счастьем. Бог говорил с ним. Вся его душа была пронизана новой жизнью и энергией. Не оставалось и следа сомнений. Истинный свет пролился над тьмой, и тени бежали от него. Теперь он будет ходить во свете и будет чадом света. Больше не будут терзать его вопросы генеалогии, хитросплетений слов, пустые споры. Он знал, что дух Божий снизошел на него. Он больше не мог сомневаться в его существовании, как не мог сомневаться в существовании собственном. Он был неизъяснимо счастлив. Ему хотелось поскорее увидеть мать, рассказать ей и братьям о неспосланном ему благословении. Но он почувствовал себя таким уставшим, что едва мог двигаться. Он решил несколько минут передохнуть. Присев и прислонившись спиной к стволу дерева, он слушал загадочные ночные звуки, мечтательно глядя на залитую лунным светом просеку. В лесу хрустнула ветка и упала. Вдалеке пропищал сурок. В кустах осторожно пробирался ежик, втягивая воздух острым вздернутым носиком, либо ища добычу, либо ожидая опасности. Зверек вздыбил иголки и стал быстро оглядываться. Внезапно с дерева сорвалась сова и, совершив полукруг, бросилось на это маленькое существо, схватило его в когти и возвратилось на прежнее место. Павел мог бы спасти ежа, но члены его налились с тяжестью. Он не мог превозмочь себя, встать или пошевелиться. Тем временем сова, похоже, была так близко, что он, казалось, мог дотянуться до нее. Только протяни руку и можешь ее схватить. Но птица, похоже, не замечала его присутствия и начала чистить перья. Вскоре он увидел, что это вовсе не птица, а отец Василий. Крылья это полы коричневой шелковой рясы, которые батюшка надевал в особых случаях. Ноги его были в кожаных сапогах, отороченных мехом и на низких каблуках. Лучше мне побыстрее убраться отсюда, подумал Павел. Батюшка сегодня очень сердит. Однако отец Василий уже подзывал его рукой. «Поди-ка сюда, поди-ка сюда», повторял он. «Неверно говоришь? Ты решил, что сам по себе апостол и можешь глумиться над святыми евангелиями». Павел поднялся, желая умиротворить отца Василия, сказав, что сомнения больше не подступают к нему. Но отец Василий ускользал от него, как только Павел приближался, продолжая манить его рукой. «Погодите!» воскликнул Павел. Но батюшка его не послушал и все же так же безмолвно ускользал прочь. Вдруг и батюшка, и лес исчезли. Павел оказался в глубокой темной пещере с низким каменным сводом. Он дрожал от всепроникающей влаги, которая, казалось, пробирала его до костей. Плотный тяжелый воздух был неподвижен ни звука, ни малейшего шороха, глухо и мрачно. Голос сказал ему, «Смерть царствует здесь!» Павел пошел вперед, потом назад, но повсюду чувствовал себя втиснутым в узкую могилу. Наконец, обессилев, он сел на погребальную землю. Тот же голос прошептал ему на ухо, «Встань! Пойдем отсюда!» Это был Галин голос. Павел вскочил на ноги. Она стояла перед ним в одежде паломницы, держа в одной руке посох, в другой венок. Лицо ее было серьезным и суровым. Она даже не глядела на него, но медленно двинулась вперед, и Павел пошел за ней, ничего не спрашивая. Они двигались долго, но пещера никак не менялась. Казалось, что она движется вместе с ними. Те же толстые стены, тот же низкий свод окружал их, словно каменная стена. «Что это?» воскликнул Павел. «Мы все время возвращаемся на то же место. Мы никогда не выберемся из этой могилы!» «Как ты можешь так говорить?» спросила Галя сукаризной. «Неужто не видишь, что мы уже пришли?» Он поднял голову и увидел дорогу через царство смерти. ведущую к паперти перед церковью, увенчанной крестом, что сиял в лунном свете. «Как?» вскричал Павел. «Это же церковь!» «Да, церковь!» сказала Галя. «Наша церковь!» «Разве я не говорила тебе, что ты должен войти туда?» «Оставь меня!» воскликнул он. «Я скорее вернусь в могилу!» «Войди!» настаивала Галя. «Это храм Божий!» «Нет!» сказал он. «Они обратили маленький дом вертеп разбойников!» «Не войду!» он он яростно сопротивлялся ей. Смех и нестроенное пение разорвали ночную тишину и пробудили Павла от тяжкого сна. Это были полухмельные селяне, возвращавшиеся из кабака, где уже начали отмечать храмовый праздник. Павел встал и протер глаза. Он насквозь промок, все тело затекло. Он подождал, пока веселая компания прошла мимо, потом заспешил домой под впечатлением своего явственного сна. Всю предыдущую неделю отец Паисий готовил с отцом Василием проповедь против штундистов, чтобы произнести ее в храмовый праздник. Старосту Савелия вызвали в Кавульск для получения важных инструкций. «Епархия желает, чтобы все штундисты присутствовали на событии», сказал отец Паисий. «Учти все», добавил он строго. «Я не дам поблажки никому, кто будет потворствовать ереси». Савелий почесал за ухом. «Как это сделать, ваше преподобие?» запротестовал он. «Если они не пойдут, как я их заставлю? Мне, кроме ермошки, и подсобить-то некому». «Тайно собери мирян», сказал отец Паисий. «И сами что-то придумайте. Только они должны будут прийти». Миряне собрались в здании суда. Они на улице, как обычно, когда могли присутствовать все жители села. Савелий объяснил суть собрания, но никто не произнес ни слова. Селяне хранили угрюмое молчание. «Ну что за наказание такое?» сказал наконец Карп. «Из-за них людям покоя нет». «Что верно, то верно», согласился с ним Савелий. «Они мне как камень на шее». «Что тогда с ними миндальничать?» спросил старый Шила. «Подтащим их в церковь селком или погоним палками, как вредных тварей». «Тварей есть». «Чего нам церемониться с нечестивцами?» сказал Ахрим. «Они нам достаточно досадили». Все договорились, что рано на следующее утро староста Савелия с уважаемыми мирянами и молодыми парнями, которых втихую позовут на подмогу, пойдут по домам штундистов, каждого погонят к церкви и запрут там до начала утренней службы. Итак, вскоре после рассвета селяне разделились на две группы. Одна пошла в острень, чтобы привезти Павла, Ульяну и других еретиков, живших между селом и церковью. Вторая направилась в противоположный конец прихода с той же целью. Молодежь с нетерпением ждала сопротивления и борьбы. «Идем, парни, все за мной!» кричал Панас. «Погоним штундистов церковь, как непослушных детей! Я пойду за Павлом Руденко!» Толпа разделилась, как было оговорено. Многие присоединились к ним, когда они шли по главной улице. Тайну так крепко хранили, что приказ епархии вызвал всеобщее удивление. Несколько месяцев назад он привел бы к гневу и возмущению, но проповеди отца Василия и тонкая паутина слухов с плетенной матушкой принесли свои плоды, что индисты навлекли на всю сельскую общину беду и кары небесные. При виде дома Павла толпа зашагала быстрее, будто солдаты готовы к атаке. Это было процветающее и мирное жилище. Амбары и загоны для скота вокруг него были ухожены лучше, чем в любом хозяйстве в Книшах. На скотном дворе царил порядок, а с краю был сад, редкое явление для этих мест. Ворота скотного двора были отворены ибо скот только что погнали к колодцу и толпа с шумом ворвалась туда. Павел сидел с матерью в его маленькой комнате, обращенной окнами в сад. Вернувшись из леса, он увидел мать спящей на кухонной скамье. Она ждала его, но сон все-таки сморил ее. Он разбудил ее и коротко рассказал о своей молитве и о знаке, неспосланном ему. «Слава Богу!» воскликнула она. «Теперь я наконец знаю, что ты никогда не отступишься от нашего Господа Иисуса!» Она пошла к себе совершенно счастлива, как никогда в жизни. Сын стал по-настоящему близок ей на веки вечные. «Если терпим, то с ним и царствовать будем!» прошептала она, засыпая. Теперь Павел рассказывал ей все подробно, и она слушала его с горящими глазами, пылающим лицом. Он только что закончил рассказ о своем удивительном сне, и они пытались растолковать его значение, если таковое вообще имелось. их плавная беседа была прервана звуком громких и грубых голосов, которые приближались к хате. «Ой,